Готовим сегодня очень классный, легкий супчик. И первые ингредиенты, которые нам понадобятся, это лук и чеснок. Нарезаем их меленько. Одна такая средняя луковица, чеснока по вкусу. У нас будет 4 зубчика. В кастрюльку мы налили масло и отправляем туда и лук, и чеснок. Все вместе, все сразу. Обжариваем буквально минутки 3. Пойдет шел просто невероятный аромат. Мы добавляем томаты в собственном соку. Дострелись! Давай, все их туда, полностью в банку стандартную. Приправляем на этом этапе у нас базилик собственный, с грядки, собственноручно сушеный. Соль, перчик. Все, тушим это все вместе. Томаты в собственном соку можно немножечко порезать заранее, а можно вот таким ленивым способом, уже непосредственно в кастрюльке. Пока у нас суповая основа немножечко там поварится, 5 минут, мы с вами займемся основным ингредиентом. Это кальмар. У нас уже подготовленный, очищенный. Если вы покупаете замороженные кальмары, то они могут быть либо вот такие светленькие, да, уже очищенные, тогда их нужно просто разморозить, либо они бывают темные, в пленочке. Тогда вы их прямо тоже замороженными подержите под горячей водой. Вы увидите, как эта пленочка просто на глазах сползет, и они тоже будут готовы к употреблению. Кальмар нарезаем небольшими колечками. Тем временем тут красотища такая, которая вкусна сама по себе, и без кальмара даже. Добавляем нарезанный кальмар, перемешиваем. Разбавляем водой. Как закипит, выключаем. Супчик будет готов. Супчик получается очень насыщенный, такой вкусный, мощный, классный. И, как вы понимаете, его приготовление заняло, ну, совершенно какие-то минуты буквально. Пробуйте с удовольствием. Такое среди, среди земноморья. Продолжение следует...